Дорогие братья и сёстры, мир вам! Вы знаете, вот когда мы читаем Священное Писание, оно говорит нам о нашем Спасителе, и вот так вот оно передаёт нам его, показывает его, вот он имеет имя, и у него есть титулы. Ну, к примеру, Иисус – это его имя, которое относится к его воплощению, а вот Христос – это не фамилия, Христос – это его титул, который уже относится к его спасительному служению. Вот, если мы опять читаем Священное Писание, появляются и другие титулы, которые так или иначе открывают предназначение, для чего пришёл наш Спаситель. Вот для наших рассуждений я хотел бы напомнить один из таких очень известных титулов Господа, может быть, немножко непонятного для нас, но очень понятного для людей вот того времени, когда описались в Евангелии, а титул – Слово. Это, я думаю, вы вспоминаете, это апостол Иоанн, который именно так начинает своё Евангелие, называя Иисуса не просто Иисус или Христос, а называя Его Словом. Ну, вот так вот он думал, а Господь положил ему на сердце вот использовать этот титул. Вот этот особенный титул, титул, который, ну, вот, знаете, по особенности подчёркивает божественную природу Христа. То есть, почему Иоанн использовал этот титул? Ну, для того, чтобы его читатели, читатели его послания могли, ну, как-то выделить для читателей божественную природу нашего Господа. Ну, напомню, этот библейский текст, это Евангелие Теана, 1 глава, 14 стих, где очень просто, с одной стороны, ну, и очень-очень сложно, с другой стороны, вот звучат эти слова. «И слово стало плотью, обитало с нами, полная благодать и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Ну, слово стало плотью. Или по-другому мы сегодня бы сказали, более понятнее для нас, а Бог стал человеком. Ну, вот я уже отметил, что это, на первый взгляд, очень простое выражение. Вот это очень простое выражение, слово стало плотью, или Бог стал человеком, но, знаете, оно поднимает два очень-очень сложных вопроса. Итак, Бог стал человеком. Ну, вот теперь два сложных вопроса, которые поднимает этот библейский текст. Первый вопрос – «Как Бог стал человеком?» А второй вопрос – «Почему Бог стал человеком?» Очень простой библейский текст, который поднимает два очень сложных, очень-очень глубоких вопроса. Но как все-таки Бог стал человеком? Ну, и не менее важный второй вопрос, Почему Бог стал человеком? Я думаю, братья и сестры, дорогие друзья, скорее всего, это есть одни из самых важных вопросов нашей веры. Вы можете проследить, допустим, песни, которые мы поем, о чем мы рассуждаем, о чем проповедуется. И вы можете заметить, что в той или иной степени почти каждая проповедь или каждое пение отвечает на тот или на другой вопрос. Как Бог стал человеком или почему Бог стал человеком? Ну, опять вот я немножко отметил, да, что вот эти вот титул слова, оно было понятно для тех, кто читал Евангелие Теянов в то время. Вот, однако, опять очень интересно посмотреть, вот как люди слышали эти слова. Вот, допустим, слово стало плотью или Бог стал человеком, вот жители того времени, той культуры, вот когда писалось это Евангелие, что они думали, о чем они думали, когда вдруг вот этот библейский текст от кого-то, может, они слышали или, быть может, они читали, о чем они думали. Вы знаете, вот для некоторых современников этого отрывка это было полностью просто непонятно. То есть они вообще не могли понять, возможно ли, чтобы Бог стал человеком. Знаете, почему? Потому что в мировоззрении от них вот дух был полностью противоположен плоти. И вот в понимании людей этого времени, когда писал Иоанн, Бог, ну, просто не может стать человеком. Ну, хорошо, мы бы сказали, а вот все-таки есть ли допустить возможность того, чтобы Бог стал человеком? Вот что думали люди? И вот здесь мы находим интересную библейскую историю в книге Диане Апостолов. Книга Диане Апостолов показывает нам миссионерские путешествия сначала Павла и Варнавы, и потом Павла и Силы. И вот в одном из таких миссионерских путешествий Павла и Варнавы, они посетили город Листры. Они там совершили чудо над хромым человеком, который вот так вот внезапно стал ходить. И вот то, что люди, то, что подумали люди вот в этой истории, ну, говорит нам, открывает нам то, что люди вообще думали о возможности Бога стать человеком. Если вы помните, Павла приняли за Бога Ермия, а Варнаву приняли за Бога Зевса. И вот что сказали люди, которые видели совершившееся чудо, это книга Диане Апостолов, 14 глава, 11 стих. Боги в образе человеческом сошли к нам. Боги в образе человеческом сошли к нам. Итак, для современников Евангелия Нового Завета, ну, Бог не мог стать человеком, потому что духовно и материально они, ну, просто противоположны. А если даже боги посещали землю, как мы с вами прочитали, они могли это сделать, по пониманию людей, только под видом людей, только под видом человека. Ну, посмотрите, что открывает нам Священное Писание. Вот эта вот пропасть, неизмеримая пропасть между Богом и человеком, пропасть между духом и плотью преодолевается. И Иоанн пишет, что вечное Божье Слово, оно не просто казалось человеком, не просто казалось человеческим существом, но фактически стало плотью, стало человеком. То есть, Христос принял полную и подлинную природу человека. Ну, я думаю, вы замечаете, как Бог стал человеком. Это важный вопрос, насущный вопрос, глубокий вопрос, вопрос, который полон тайны. Ну, между прочим, и второй вопрос, почему Бог стал человеком, тот же вопрос, который наполнен тайной. Ну, вот мое желание сегодня оставить буквально несколько мыслей, очень коротких мыслей по последнему вопросу, очень короткий обзор того. Но все-таки, вот что можем мы с вами сказать, если в общем, очень-очень коротко, что можно сказать, а почему Бог стал человеком. Итак, вот каково значение того факта, что Слово стало плотью? И вот здесь мы опять находим в Священном Писании целое послание, которое посвящено этому. Ну, вот между прочим, ни одна книга Нового Завета, они связаны с ответом на наш вопрос более непосредственно, чем послание к евреям. Вот именно послание к евреям, оно отвечает на этот вопрос очень хорошо. Хорошо. Конечно, я думаю, вот как только я сказал послание к евреям, мы с вами начинаем думать. Почему? Потому что содержание этой книги, оно вводит нас с вами в относительно незнакомый мир. В мир вот этих вот ветхозаветных ритуалов, в мир учения Ветхого Завета. Вообще, знаете, вот принято считать, что послание, в послании к евреям содержится одно из самых глубоких обсуждений личности Христа. Именно в послании к евреям содержится одно из самых глубоких обсуждений личности Иисуса Христа. Ну, я опять думаю, вы вспоминаете, вот как вы читали на это послание, да, и мы с вами вспоминаем, что все-таки вот читаешь это послание, Павел пишет об ангелах, о Моисее, об Аароне, о многих ветхозаветних поклонений. А в действительности, вот суть послания такова, что в действительности Павел пишет об Иисусе Христе. И истина, вот которую открывает нам это послание, она в том, что, оказывается, Бог распорядился ходом истории Ветхого Завета так, что все в Ветхом Завете посвящено Иисусу Христу. В Ветхом Завете все посвящено Иисусу Христу. Ну, я думаю, это опять вспомогает нам с вами очень-очень хорошо увидеть, как отношения между Ветхим и Новым Заветами, они объединены единством и разнообразием. Но мы понимаем, мы верим, что заветы разные, а в целом все посвящено Иисусу Христу. То есть два разных завета, Ветхий Завет и Новый Завет, но в целом, в общем, все посвящено Иисусу Христу. Между прочим, вот именно так начинается послание к евреям. Я думаю, стихи, которые мы многие знаем наизусть. «Бог, многократно, многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Вот такое опять короткое утверждение, но в котором как бы резюмируется вся библейская весть. С самого начала Павел говорит о том, что откровение Ветхого Завета, оно полно фрагментов. Там есть только фрагменты, оно множественно. А вот когда читаешь это послание, вообще Новый Завет, понимаешь, что Иисус Христос – это цель. То есть учение Ветхого Завета многократно, многообразно. А вот все-таки Иисус Христос – это является заключением всего. Только Христос полностью раскрывает Бога, потому что Он – сияние славы Бога и точный отпечаток Его славы. А вот именно послание к евреям очень-очень трогательно. Я думаю, вы вспомните многие библейские тексты из этого послания. Очень трогательно описывает действительность человечности Иисуса Христа. То есть Павел пишет вот так, чтобы люди могли понять, что Сын Божий, Он стал точно таким, как мы. А Павел пишет, чтобы люди могли понять, что Он разделил наше человеческое происхождение, что Он был искушаем, что Он испытал страдания и вкусил смерть. Больше того, апостол Павел провозглашает и говорит, что Он стал нам братом. Иисус Христос стал нам братом. Вот так пишет апостол Павел в этом послании. И именно поэтому Он может искушаемым помочь. Вот весь апостол Павел в этом послании. Ну и так, почему Бог стал человеком? Вот несколько мыслей из этого послания. Первая причина, наверное, осмелюсь сказать, основная, главная причина, почему Бог стал человеком, для того, чтобы совершилась победа над сатаной. Почему Бог стал человеком, чтобы одержать победу над сатаной? То есть для того, чтобы победить сатану, для этого требовалось воплощение Бога. Я думаю, может показаться немного странным, почему в первую очередь необходимо сказать именно о победе над сатаной. А для этого я прошу вас вспомнить самое первое в Библии обетование Бога о спасении для человека. Самое первое в Библии обетование Бога о спасении для человека. Ну, это самая первая книга Библии, самая первая страница книги Библии. Бытие, книга Бытие, 3 глава, 15 стих. Вот что Бог говорит змею, сатане. Он говорит о том, что это как после грехопадения. Он обращается сначала к змею, к Адаму, к Еве. «Вражду положу между тобой и между женой». Это он говорит змею. «Между семенем твоим, между семенем ее». «Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». То есть уже тогда в Эдемском саду было объявлено поражение сатаны. Он будет поражен в голову. А вот именно по этой причине этот отрывок принято называть «прото-евангелие» или «самая первая Евангелие». «Самая первая Евангелие» – это вот книга Бытия, 3 глава, 15 стих. Почему? Потому что это самое первое обещание, обетование, искупление. И, конечно, это пророчество, оно обретает окончательное исполнение в триумфе самого последнего Дама Господа Иисуса Христа. Итак, самое первое обетование спасения в Эдемском саду после грехопадения относится не к прощению греха Адама и Евы, а к победе над врагом Адама и Евы. Давайте мы теперь прочитаем отрывок из послания к евреям, где спасение и предполагает избавление от власти сатаны. Послание к евреям, 2 глава, 14-15 стихи. «Как дети, причастны плоти и крови, то и Он, это Христос, также воспринял Онны для того, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Ну, я попробую как-то пересказать, что в общем говорится вот в этих двух стихах. Так что говорит нам Писание, этот отрывок, эти два стиха, они торжественно провозглашают Иисуса победителем смерти. А бывший победитель, Павел говорит, это сатана, бывший победитель смерти, он теперь бессилий. И вот с этого момента ключи ада и смерти, они крепко держатся в могучей руке нашего Спасителя. Далее апостол Павел говорит, что вот, быть может, нам с вами кажется, что самым заметным делом дьявола является грех. Однако, существует связь между грехом и смертью. И эта связь настолько близка, что разрушение смерти включено в цель явления Сына Божьего. То есть, почему Павел говорит о смерти? Почему у дьявола держава смерти? Да потому что грех человека и смерть человека не связаны, очень-очень тесно связаны. И дальше, конечно, вот это выражение, очень сильное выражение страх смерти. То есть, если уж есть самый сильный страх для человека, то для многих людей это страх смерти. Согласитесь, я думаю, это так. Да, именно из-за страха смерти, а многие соглашаются делать то, что никогда бы не сделали. Конечно, есть храбрые люди, которые принимают смерть, чем бесчестье. Но все-таки для большинства вот страх смерти, это может быть тираническим инструментом принуждения. И, конечно, вот если говорить о смерти, смерть действительно царь ужасов, если в ней признать наказание за грех. Итак, почему сатана обладает державой смерти? Почему сатана держит мужчин и женщин в рабстве? И как он их держит? Он держит их страхом смерти. Вы знаете, почему? Потому что в Священном Писании дьявол иногда выступает как обвинитель человечества. Вот здесь происходит этот вот парадокс. Он вроде бы, вы знаете, очень хочет, чтобы человек согрешил. Искушает человека ко греху. То есть, именно то, что он делал в Эдемском саду, именно то, что часто происходит в нашей с вами жизни. Но как только человек совершит грех, сатана сразу же выступает как обвинитель. То есть, сразу же выступает и требует возмездия за грех. Требует перед Богом возмездия за грех, а именно смерти человека. И получается, что, оказывается, нам с вами нужно не только прощение наших грехов, но и избавление от власти сатаны. Но теперь еще один вопрос, а как тогда возможно избавить человека? Только если власть сатаны ослаблена. Это может быть достигнуто только в том случае, если кто-то другой заплатит за наш с вами грех. То есть, именно наши грехи, мои грехи, ваши грехи, они дают власть смерти. Именно наши грехи, они дают сатане его господство. То есть, мы достойны смерти, и сатана требует нашей смерти. Ну и теперь, чтобы оплатить наши долги, необходимо иметь опыт смерти. То есть, человек как может оплатить наши долги? Он должен умереть, он должен иметь опыт смерти, но все-таки вот в этой смерти каким-то образом преодолеть смерть. То есть, умереть и в смерти преодолеть смерть. Что же это должен быть за человек? Хорошо, такой человек должен быть свободным от необходимости умереть за свой грех. То есть, если победитель смерти и умирает, то он не может умереть за свой грех. То есть, в нем не должно быть греха. А далее, он должен быть способным умереть. То есть, это должен быть человек. То есть, наши грехи не могут быть оплачены смертью ангела. То есть, наши грехи могут быть оплачены только смертью человека. То есть он должен умереть, он должен желать умереть для того, чтобы именно войти в смерть. И, конечно, он должен обладать какой-то силой для того, чтобы вернуться к жизни. Ну, попробуйте, вот опять из истории Священного Писания, найти хотя бы одного из потомков Адама, который соответствовал бы этим квалификациям, этим требованиям. Никого нет, кроме Иисуса Христа. Почему? Потому что каждый человек уже заработал плату, которую грех неумолимо платит смертью. Здесь мы с вами открываем Священное Писание, открываем с радостью и находим для себя божественную мудрость в Писании. Мы прочитали это в 14 стихе. Как дети причастны плоти и крови, то и Он воспринял онны. То есть Бог стал человеком. Слово стало плоти. Почему Бог стал человеком? Для чего Бог стал человеком? А для того, чтобы войти в смерть, победить смерть, воскреснуть из мертвых и этим самым лишить силы того, кто имеет в державу смерти, это дьявол. То есть, приняв нашу природу, Христос, Сын Божий, прожил жизнь, умер смертью и затем одержал победу в воскресенье. И именно это дает нам с вами свободу от рабства в сатане. Господь об этом говорил людям, что если Сын освободит вас, то вы истинно свободны будете. Итак, почему Бог стал человеком? Для того, чтобы одержать победу над сатаной. Следующее, очень тоже, мне кажется, важное, как ключевое, это искупление, чтобы стало возможным искупление человека. Опять мы читаем Священное Писание, и вы знаете, вот оно иногда показывает нам, насколько сложным и угрожающим является положение грешного человека в этом мире, вообще грешного человечества. И вот для этого Писание использует некоторые иллюстрации. Вот, к примеру, есть такая иллюстрация, вот как будто бы вот вы попадаете в зал суда, вот вы человек, попадаете в зал суда, где вот есть судья. Судья, и проходит судебное разбирательство, и вот этот справедливый судья, он рассматривает неоспоримые доказательства вины человека. Судья перечисляет доказательства нашей с вами вины. Мы ничего сказать не можем. Вот Писание показывает этот зал суда так, что вот единственная надежда человека, который оказался в этом зале суда, становится личность и служение Иисуса Христа. А иногда в Священном Писании используется язык храма, где человек, он не способен войти в присутствие Святого Бога. Но если вы помните, устройство храма именно говорило об этом, то есть открытого доступа к Богу нет. И вот здесь опять снова мы с вами видим, что единственная надежда человека увидеть лицо Бога становится личность и служение Иисуса Христа. И вот то, что уже близко к нашим с вами рассуждениям. В других случаях Священное Писание использует язык древнего рынка. Древний рынок, где на продажу выставлялись рабы. Это были мужчины и женщины. Это был аукцион, где вот раба покупал тот, кто давал самую высокую цену. Иисус Христос приходит на этот рынок, через свою смерть на кресте платит цену искупления, которое освобождает от рабства в грехе. То есть каждая из этих иллюстраций по-своему отвечает на вопрос, для чего пришел Христос. То есть Христос пришел привести человеку оправдание, пришел сделать возможной милость Бога и искупление. Но однако, все-таки искупление опять невозможно без воплощения. Искупление невозможно без воплощения. И мы тоже об этом с вами прочитали. Это 2 глава, 17 стих, послание к евреям. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. То есть если бы он не уподобился братьям, то не было бы умилостивления за наши с вами грехи. То есть искупление невозможно без того, чтобы Бог стал человеком. Итак, наше спасение требует не только победы над нашим врагом сатаной, но оказывается, вот у нас с вами есть еще один враг. И этот враг намного могучнее, чем сатана. Священное Писание говорит, что есть еще более угрожающая вражда для человека. Это гнев святого Бога с неба. Гнев святого Бога с неба. То есть есть такие вопросы, за которые человек несет ответственность перед Богом. Наиболее важным из этих вопросов является грех. Как теперь грешники могут приблизиться к святости Бога? Только если и грех будет удален. Искупление именно это обозначает, что грех наш покрыт, грех наш с вами удален от присутствия Бога. Это то, что делает Иисус Христос. Ну, сам он безгрешен и поэтому имеет право войти в присутствие Бога. Он справился с грехами своего народа и входит в присутствие Бога как представитель, а именно человечества. И еще последнее, что обращу ваше внимание, почему Бог стал человеком. Для того, чтобы мы с вами могли иметь утешение. Это тоже удивительно и, наверное, тоже очень интересно. Вы знаете, если читать послание к евреям, я скажу вот эти темы, вы поймете. Но оказывается, вот эта непонятная, может быть, сложная для многих книга, она очень-очень насущная. То есть о чем говорит послание к евреям? Вот некоторые темы. Послание к евреям говорит о страдании. Послание к евреям говорит о страхе преследования. Послание к евреям говорит об опасности разочарования человека. Послание к евреям говорит о борьбе человека с грехом. Послание к евреям говорит о возможности отступления человека от веры, от благодати. Послание к евреям говорит, что есть вот такая болезнь, как духовный паралич, который вызывается осуждающим голосом совести. И послание к евреям говорит о том, что возможно, что человеку не хватает уверенности. Это очень-очень насущное послание. Хорошо, вот какую же надежду возможно найти в этом послании? То есть, перечисляя все эти наши немощи, и я думаю, мы с вами соглашаемся, понимаем, что действительно в нашей постоянной немощи нужно какое-то утешение. То есть, если перечислить эти темы, да, ну это настоящая жизнь человека и человечества, да. И вот апостол Павел в этом послании говорит, что есть ли это утешение. И вот он передает нам, ну как, призывает нас найти это утешение в знании о воплощении Христа. Он говорит, это большая-большая помощь знать, что Христос стал человеком. Я вот эти темы перечислил, да, вот в какой бы болезни духовной находился человек, он как бы показывает, что помощь возможно получить в том, что вы знаете о том, что Христос воплотился. Но давайте сравним два библейских стиха, они тоже подводят нас к очень интересным рассуждениям. Это оба из послания к евреям. Вторая глава, 17 стих. Вот что Павел говорит о воплощении Христа. И это большое утешение. Для этого или посему Христос должен был во всем уподобиться братьям. Да, мы с вами читали этот стих, да. То есть, Христос во всем, он говорит, обратите внимание на это выражение, во всем уподобился братьям, чтобы быть милостивым, верным, пересвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Хорошо, вот возьмите для себя это как мысль. Христос подобен нам во всем. Еще один библейский стекст, который поднимает вопрос. Это уже 7 глава, 26 стих. Таков и должен быть у нас первосвященник. Святой, непричастный злу, непорочный, деленный от грешников, превознесенный выше небес. А теперь сравниваем два библейских стиха и спрашиваем, если он был без греха, о чем говорит последний стих, возможно ли подобие во всем? Если он был без греха, возможно ли подобие во всем? Вы знаете, что интересно, что удивительно? Павел с большим восклицательным знаком отвечает, да, возможно. Намного больше. Вы знаете, вот нужно помнить, что его безгрешность, и об этом говорит вся Библия, «Его безгрешность не защитила его от последствий греха». «Его безгрешность не защитила его от последствий греха, не при его жизни, и уж тем более не на кресте Голгофа». То есть получается, фактически, почему Павел превозносит вот именно безгрешность Господа и то, что он стал подобным нам? То есть он хочет показать, что фактически все наши искушения, все наши испытания, которые мы с вами прошли, он вкусил с большей чуткостью. Именно потому, что он был безгрешен. Все наши искушения и испытания он вкусил с большей чуткостью, неизвестной для кого из нас с вами. То есть Христос намного глубже все это прошел. Мы как-то рассуждали вот на разборе, сопротивлялся ли Христос искушением, и к такому общему мнению пришли, что да, он сопротивлялся искушением. Именно об этом говорит Священное Писание. Каким бы ни был наш с вами опыт искушений, каким бы ни был наш с вами опыт страданий, опыт Христа был глубже. Почему? Потому что его человечество, оно было безгрешным. Только безгрешный Спаситель может умереть наши грехи. То есть мы с вами уже этого не можем сделать, потому что у нас с вами есть грехи. И вот наше с вами утешение. Освящающие, освящаемые, все от единого. Поэтому он не стадится называть нас братьями. Он не стадится называть нас братьями. Итак, и самое последнее, мы с вами будем молиться. Вы знаете, вот если уж есть вот в этом послании к евреям какое-то лекарство от многих-многих духовных болезней, я процитирую эти слова. Опять эти слова отмечены великой простотой в сочетании с очень богатой сложностью. Ну, два текста отметим. Третья глава, первый стих. То есть, если человек духовно болен, страдания, страх преследования, опасность разочарования, борьба с грехом, возможность отступления, духовный паралич, который вызван осуждением голосом совести. Возможно, не хватает уверенности. Вот лекарство. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте. То есть поймите посланника и просвященника исповедания нашего Иисуса Христа. То есть Павел говорит, посмотрите на Иисуса. Другой отрывок, очень известный для нас с вами, это первые два стиха 12 главы. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех, с терпением будем проходить, предлежащее нам поприще. Опять, что нужно делать? Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегший постромления и воссел одесную престола Божия. То есть Священное Писание призывает нас с вами. Смотрите на все. в свете того, кто такой Иисус. Смотрите на все в свете того, что Он сделал для нас, и в свете того, что Он продолжает делать для нас сегодня. Здесь мы с вами никогда не ошибемся. Аминь.